Галина Дмитриевна Перемыкина Галина Дмитриевна Перемыкина Галина Дмитриевна Перемыкина Галина Дмитриевна Перемыкина за всей работой. Так вот, работники милиции боялись, потому что знали, что если он потребует и не исполнишь, к нему нечего ходить. Ну и потом он жертвенный очень был. Он все отдавал работе. Он мог работать в субботу, в воскресенье, без выходных. Ну и с нас тоже требовал это же. Когда я пришла, он работал следователем. Я не помню случая, что суд возвратил ему дело на доследование. Никогда. Вот настолько он все тонко, все обсасывал. Да, 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 профессионально разрешал все следственные вопросы. В том числе у нас было тогда много тяжких преступлений, которые рассматривал областной суд. Но всегда все дела проходили без сучка, без задоринки. Ну а потом Иван Трофимович Гребнев перешел на другую работу. Он стал прокурором. Ну вот я говорю, что он был для нас во всем примером. И знаете, что характерно? Иной раз, значит, некоторые руководители ставят себя в какие-то привилегии. У нас этих привилегий не чувствовалось. Мы дежурили, и он вместе с нами дежурил. Мы выезжали на происшествие. Он вместе с нами выезжал на происшествие. Он вел приемы граждан так же, как мы. Он работал... Кстати, вот большой заслугой в его работе была организация университета правовых знаний. Он вошел с инициативой в горком партии, его одобрили. И вот был создан университет правовых знаний, который посещали народные дружинники, председатели товарищеских судов, народные заседатели, секретари сельских и поселковых советов. То есть те люди, которым приходилось встречаться с решением правовых вопросов. И мы вот этот организовали университет с филиалами в Красногвардейске и на Булнаше. Вы представляете, в нерабочее время, после работы, значит, практически каждую неделю мы, значит, вот занимались этими вопросами. В том числе, вы, значит, выезжали в Красногвардейск, на Булнаш, ну и здесь вот на месте. Когда вы пришли в прокуратуру? Я пришла в 68-м году, в мае месяце. И вас поставили на должность? Помощника прокурора по судебному надзору. Я осуществляла надзор за судом. Сейчас такое, что в каждом процессе должен быть прокурор. Тогда этого не было. Тогда были определены дела, где обязательно должен участвовать прокурор. Ну и гражданские дела особо важные такие. Так что один прокурор и практически целый день в суде. Тяжело было? Ну, нелегко, конечно. Самое главное, когда решалась судьба людей. Это воспринималось? Это воспринималось очень тяжело. Особенно, когда речь шла о несовершеннолетних. Ну, очень тяжело. Это все пропускалось через сердце. Сколько лет вы проработали помощником? Помощником я проработала 6 лет. Потом меня перевели в горком партии. Ну и после горкома партии, вот, в 82-м году я снова возвратилась уже прокурором. Скажите, вот, кто вокруг вас работал? Как вы работали? С кем вы работали вместе? Как ваши отношения с судом, с нотариальными конторами? Ну, вы знаете, вот достаточно взглянуть на эту фотографию. Это здание, в котором находился прокурор, судьи, нотариус и адвокаты. Все в одном здании? Все в одном здании, в бараке по улице Радистов 3. И надо сказать, что мы были очень дружны, коллектив наш был очень дружный. Никаких коллизий серьезных между собой никогда не было. Все решалось довольно на таком хорошем уровне дружеском. Ваша основная работа была, значит, не только работа с предприятиями, с судами, но и работа с гражданами. Как вы вели прием граждан? Ну, вот, по графику, значит, установленному прокурором, еженедельно, в вечернее время вели прием. Вот все наши оперативные работники. Прокурор и два помощника. Ну, смотря какой период. Летом, конечно, людей было мало. А зимой, когда люди старались разрешить все вопросы, тогда было народу побольше. Ну, тогда было очень много вопросов с жильем. Там не ремонтируют это, не дают жилье, нарушается порядок очереди на жилье. Вот по жилью было... ЖКХ сейчас осталось. Да, но сейчас несколько другие вопросы. А тогда вот именно очень много вопросов было по очередности. И вот приходилось разрешать, проверяли предприятия. Тогда же на каждом предприятии были списки. И вот проверяли законность этих списков. Если устанавливали нарушения, вносили представление руководителю предприятия, председателю правкома о восстановлении прав того или иного гражданина. В общем, вот так вот. Выездные вы проводили прием посредителей на выезде по предприятию? Выездные проводили тогда, когда проводили выездные заседания суда. Тогда было очень популярно проводить заседания суда на местах. Мы выезжали на предприятия, в деревни, в поселки. На чем вы передвигались? – Ну, надо сказать, что когда вы проводили выездные заседания суда, тогда мы выезжали на милицейских машинах. Какие они были, вы знаете. – Буазик, бубик, как мы называем. – Ну, а порой, вы знаете, просто в черном варанке. Вместе, значит, с подсудимыми. – В разных клетках. – Ну, в разных клетках. Ну, мы тогда, в общем-то, особо не придавали этому значения. Нам лишь бы добраться, решить вопрос и все. Ну, а в прокуратуре, значит, когда я пришла, был настолько деревянный или фанерный какой-то вот этот уазик, или как его газик называлось. Ну, в общем, он больше стоял у нас, чем мы передвигались. Однажды поехали в Мироново на выездной процесс, и на горке у нас отлетело колесо, значит, и вперед нас побежало. Вот такой транспорт у нас был. Ну, потом нам дали москвичок. Ну, какие москвички тогда были? – 412 москвички, зелененький, по-моему. – Да, ну, я уже не помню, какой цвет. Ну, в общем, вот такой. И надо сказать, что вот Владимир Александрович, и не только, что вот я буду ездить на нем, и нет. Если надо, приходишь, просишь, дает машину, поезжай. Ну, в общем-то, он действительно, вот этот москвичок, был москвичом всех оперативных работников. И следователи на нем ездили все, в общем. – Скажите, а вот что бы вы хотели, чтобы из того далекого прошлого перенести сейчас именно в работу нашей прокуратуры сегодня? – Ну, во-первых, знаете, доброе отношение к людям. Сейчас не только в прокуратуре. Сейчас везде на людей смотрят как-то не по-доброму. – А сейчас формально ко всему происходит? – Да, да. Вот надо, чтобы человек, к которому приходят люди за помощью, чувствовал этого человека и чувствовал, какая помощь ему нужна. И когда вот это чувство будет рождаться, тогда будут рождаться и решения вопросов. А когда приходят, значит, и от них отмахиваются, то это. Ну, и, вы знаете, вот такое дружеское отношение друг к другу, чтобы плечо друг друга чувствовали, не каждый за себя отвечает, а вот так вот подставлять плечо друг к другу. – Знали, что поддерживают. – Да, потому что вот в таком коллективе, особенно вот в правовых коллективах, там обязательно нужна поддержка друг к другу и плечо, потому что работа не от одного человека, а от всего предприятия, от всего учреждения это зависит. – Я заметил, что вы сказали, что самое сложное было, когда шли процессы, и именно нужно было участвовать в процессах, и выносить, прокурор, он же обвинитель был, и именно просить, чтобы кого-то наказали, посадили, лишили вот это самое тяжелое. – Самое тяжелое. – Потому что вы пропускали все через сердце. – Самое тяжелое, да. Особенно, когда я работала прокурором, это когда я определяла санкцию. – Ну, вы срок просили? – Ну, срок, а прежде чем срок просить, вот когда следователь приходит к тебе и говорит, надо арестовать. – Да. – И вот, ну, приходилось, значит, сначала дело смотреть от корочки до корочки, а потом приглашать к себе этого человека, подозреваемого, разговаривать с ним, выяснять, все, без этого я никогда ни одного ареста я просто так формально не дала, я обязательно беседовала. Ну, и когда дело касалось несовершеннолетних, то обязательно приглашала или родителей, или его опекунов, да. И вот это самое-самое больное, когда вот перед тобой стоит вот этот, это было очень-очень тяжело. – А вот сейчас я от многих чиновников, от многих служащих слышу, что нельзя пропускать через себя. Зачем мы будем пропускать через себя все эти горе и беды? Нам тогда неплохо будет жить. Понимаете, вот отношение немножко изменилось. – Ну, если не пропускать через себя, то я думаю, что и неправильно решать, потому что ты формально подходишь к человеку. Всегда надо немножко поставить себя на его место. – Не дай бог, но… – Не дай бог, но тем не менее, значит, вот эту ситуацию, не поставив себя на его место, нельзя прочувствовать и нельзя правильного решения принять. – Да. – Скажите, ну вот сейчас прошло, на протяжении тех лет, которые прошли, вас вспоминают в прокуратуре? Нынешние работники прокуратуры к вам ходят? Как-то вот общаются? Что-то от вас, какой-то опыт перенимает? – Ну, жаловаться грех. В общем-то, 12 января день прокуратуры, и в этот день кто-нибудь из работников прокуратуры приносят цветы, коробку конфет, открыточку поздравят. Надо сказать, что областная прокуратура меня поздравляет со всеми праздниками, в том числе и с днем рождения. А вот наши – молодежь. А так я, в общем-то, в прокуратуру не хожу. Один раз я была на мероприятии, посвященном ежегодному празднованию Дня прокуратуры, но я почувствовала, что я там чужая. Значит, у них молодежь, у них свои интересы. Ну, и после этого я, в общем-то, решила для себя, что ходить уже на такие мероприятия мне не гоше. – Спасибо вам. Гостем нашей программы была сегодня Галина Дмитриевна Перемыкина, бывший прокурор Артемовского городского округа. Спасибо вам.